Коммунальные проблемы, наследство, улучшение жилищных условий, защита прав потребителей по ЖКХ. Список вопросов, с которыми обычно обращаются к юристам, можно продолжать еще долго. Но найти квалифицированного специалиста порой бывает непросто. У льготных категорий граждан появилась возможность обратиться за консультацией бесплатно. Юридическую помощь онлайн за два дня получило 78 саровчан. Мы создали сайт, который фактически интегрирован в систему. Но впоследствии мы рассчитываем, что она будет интегрироваться через госуслуги через какое-то время. Но на сегодняшний день, зайдя на наш сайт Госюрбюро, он буквально в первой строчке сразу выпадает, можно подать электронную заявку, на которую мы сразу же реагируем, юрист перезванивает. В штате Государственного юридического бюро юристы с опытом прокурорской и адвокатской деятельности, большим стажем работы. Каждое обращение рассматривается досконально. Юристы проверяют его по всем параметрам возможных нарушений прав и законных интересов граждан. Категории граждан, которые к нам могут обращаться, они в принципе весьма обширны, но они отражены непосредственно в законе. Сейчас я не могу вам перечислить, потому что их больше 20, чтобы у нас просто не хватит времени. Но в целом это инвалиды, пенсионеры, это малоимущие в первую очередь, значит, это граждане, которые страдали в каких-то обстоятельствах, то есть от недобросовестных застройщиков, это граждане, которые получили какой-то ущерб при чрезвычайных ситуациях и так далее. Юридическую помощь оказывают в виде правового консультирования в устной или письменной форме. Помогают составить заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера. А также защищают интересы граждан в судах, государственных или муниципальных органах. Госюрбюро базируется в Нижнем Новгороде, но планируют открывать свои филиалы и в области. Каждый субъект, который имеет более 30 МСУ, то есть должно выделиться более 110, как предполагается, квота, выделение, то есть работа, то есть именно 110 юристов. Это о чем говорит? Что у нас в перспективе есть возможность создать два рабочих места на территории Сарова. Сейчас льготные категории саровчан могут оставить свою заявку на предоставление бесплатной помощи онлайн, заполнив специальную форму на сайте Госюрбюро по Нижегородской области. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Лябов, служба новостей, Саров, 24.